Союз неравнодушных сердец так еще негласно называют эту организацию. Белорусский союз женщин свое название оправдывает сполна. Это самая массовая в Беларуси женская организация. Под своим началом она объединяет свыше 180 тысяч представителей с прекрасного пола и имеет несколько тысяч первичных организаций по стране. За время своего существования организация охватила наиболее важные сферы жизни белорусов. В эти выходные на Солигорщине прошла выездная расширенная конференция. Город торжественно встречал лучших общественников Минщины. И сейчас непосредственно мы встретили наш республиканский, областной, районных представителей, руководителей союза женщин. Союз, который сегодня нам дает вдохновение. Вдохновение жизни, материнства, женского начала с одной стороны. С другой стороны это профессионалы, это специалисты, высококлассные, которые могут сегодня поделиться лучшим передовым опытом территории республики, для того, чтобы наше общество было еще сплощеннее, еще сильнее. Эта организация значима тем, что вносит большой вклад в развитие нашего общества. Поддержание всех тех ценностей, которые сегодня приняты в нашем государстве и в нашем обществе. Подготовлена достаточно большая программа для того, чтобы показать и наших талантливых деток, и все то, что они делают собственными руками. В рамках форума обсуждались актуальные проблемы современности, повышение статуса женщины в обществе, укрепление института семьи, содействие в сохранении и укреплении духовных и материальных ценностей. Были определены главные направления в работе. Отдельно был отмечен вклад Солигорской районной организации, которая может похвастаться значительными достижениями в вопросах поддержки материнства и других социально значимых проектах. Главная идея, которая близка каждой женщине – защита семьи и детей. В 2016 году, когда Белорусский союз женщин отзначал свое 25-е годы, отбывался великий республиканский конкурс на лепшую районную организацию Белорусского союза женщин. И одна номинация была признана «Лепшая работа» Солигорской районной организации Белорусского союза женщин. Многие акции, многие проекты, которые стали цикавыми, и на узровне Республики Белоруссии были признаны, и они организовываются и проводятся в других районах. Ну, а все же таки, лидером и первым, кто распочинал эти акции, является Солигорщина. В рамках проекта участники конференции посетили музей матери. Выставку декоративного прикладного искусства ознакомились с основными видами деятельности и направлениями работы Центра творчества детей и молодежи. После посетили социально-педагогический центр Солигорского района. Специально для гостей ребята подготовили торжественную программу. У каждого из воспитанников своя непростая история, поэтому гости как можно больше постарались узнать о детях и пожелать им, чтобы каждый из них оказался в атмосфере теплого домашнего уюта. А сладкие подарки стали приятным дополнением к трогательным словам. Также телегация посетила главную святыню нашего города – Кафедральный собор Рождества Христова, где для гостей была приготовлена обзорная экскурсия по территории храма. Сейчас мы находимся в самом высоком храме Беларуси – это собор Рождества Христова. Здесь функционирует воскресная школа, в которой ежегодно обучаются около 300 человек. Также ведут активную деятельность сестричиства и молодежное братство, которое организует программу по помощи детям-сиротам, также больным и нуждающимся людям. Расправить крылья, осознав свое женское достоинство, ценить свою уникальность, узнать свой путь и предназначение, открыть свое сердце для сострадания – вот то, чему учит Белорусский Союз Женщин. Солигорская районная организация – это поддержка материнства, сохранение и популяризация семейных традиций, формирование здорового образа жизни и патриотизма молодежи. Членом Белорусского Союза Женщин может стать любая женщина на основе заявительного принципа. Значит, на предприятиях, в организациях, в учреждениях образования созданы первичные организации, и можно, написав заявление, стать членом нашего дружного коллектива. Мы, матери, в первую очередь видим будущее нашей Белоруссии, конечно, в молодых людях, конечно, в молодежи, и стремимся своими мероприятиями, своими проектами привлечь их внимание к тем идеям доброты, любви, человеколюбия, которое, мне кажется, спасет мир и вообще всю планету.